Сегодня продолжаем готовиться к всероссийской проверочной работе по русскому языку в четвертом классе и разберем пятое задание части 2. Задание звучит так. В данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные звуки звонкие. Выпиши это слово. Как вариант могут быть глухие согласные, мягкие согласные, твердые согласные. Например, Настя очень любила учить малышей чтению. Чтобы найти слово со всеми согласными звуками, звонкими, нужно разобрать эти слова, сделать транскрипцию и посмотреть, какие звуки звонки. Настя очень любила учить малышей чтению. Звонкость я обозначила вот таким колокольчиком и буду его обозначать зеленым цветом. Из предложения видно, что в слове «любила» все согласные звонкие. Звонкие согласные. Парные согласные могут оглушаться. Оглушаться они могут как в конце слова, так и в середине. Я их обозначила вот таким значком «бочка» и синим цветом. Итак, например, предложение. Яша обмел веником снег сваленок. Нужно найти в этом предложении слово, в котором все согласные звуки звонкие. Пишем в транскрипцию, как звучат эти слова и видим, что в слове «обмел» все согласные звуки звонкие. Ответ раскрепела и громко хлопала дверь. Нужно найти слово, в котором все согласные звуки звонкие. Слово «дверь» в этом слове все согласные звуки звонкие. С ночной реки тянуло холодом и влагой. Нужно найти слово, в котором все согласные звуки звонкие. Влагой. В этом слове все согласные звуки звонкие. Листва в березовой роще пожелтела и пожухла. Березовой. В этом слове все согласные звуки звонкие. Предложения из ВПР, из заданий ВПР я размещу в плейлисте для спонсоров. Спонсорство стоит 150 рублей. Там я размещаю не только упражнения на закрепление, но и другие упражнения для разбора заданий по ВПР, по русскому языку в четвертом классе. Приходите ко мне на канал вместо репетитора Елена Викторовна. Будем готовиться к ВПР вместе.